Здарова всем! Давно хотел записать видео на эту тему, но я знал, что это будет довольно-таки длительное видео, и далеко не каждый станет его смотреть. Ну, есть фанаты там длительных разговорных видео, но явно это не в моем случае, у меня они очень скучные и неинтересные, но тем не менее найдутся те, кто, возможно, досмотрит это видео до конца, и этим людям огромное спасибо. И, в общем, сегодня речь пойдет о том, как заикание разрушило мою жизнь. Многие, вот включившие видео, могут сказать, якобы, бля, оно у меня там не сильное, вся хуйня, что это комплексы и прочая залупа, но на самом деле в процессе видео вы узнаете, почему вы не правы. И я вас, на самом деле, не наебаю. Так вот, ребят, заикание. Что это вообще за хуйня? И отчего она у меня вот возникла? Доподлинно никто не знает ни причину заикания, ни способы лечения. Ну, есть там теории, что вот оно там у ДЦПшников, например, есть, и у других там недоношенных. У кого-то, у кого-то, там, бля, не знаю, у мамки родовая травма была, или, не знаю, она там героинщица была 40-летним стажем, возможно, у кого-то. И вот у таких детей там, ну, с явными дефектами выглядят где-то примерно как я, и имеют тоже заикание, и, в общем, что-то подобное. Но у меня не было вот таких масштабных, ну, как бы, проблем у родителей, у мамки, нет. Но, тем не менее, у меня есть некоторые предположения, из-за чего она у меня возникла. В общем, в детстве мы, как и любые жители там небольшого города, держали кур там, еще там всяких животных. Ну, именно к моему случаю относятся куры. И, в общем, однажды меня напугал вот самец кур. Вы, наверное, удивитесь, а почему я называю, бля, самцом кур, бля. А дело в том, что, опять же, в процессе вот заикания организм вынужден заменять слова, вот. И я заменяю всем известное слово на букву П, из-за того, что я его банально не могу выговорить. И я действительно не роплю, там, есть много слов, и они даются там особо тяжело вот на согласный, там, П, К, бля, и прочее говно, в общем. И такие слова легче заменить, чем стоять так, не знаю, там, мычать 40 минут с перекошенным ебалом от спазма, от заикания. Или как-то хуйня называется. Так вот, в общем, самец кур, это будет, ну, для вас привычное название, вы думали, догадались. И вот он, защищая кур, там, напрыгнуло меня. Хотя я им, в общем-то, зла не желал, я не хотел их, там, выебать, например, я не зоофил. Что-то ему не понравилось, возможно, мой ебал, возможно, что я ходил, вот, в курятник за яйцами. А куры относятся, вот, к яйцам, как к детям, и им не нравится, если вы приходите, забираете у них. Ну, в общем, это первая теория. А есть еще вторая. Мои родители в детстве занимались вот таким, возможно, для кого-то сомнительным занятием, как обливание холодной водой. То есть это люди берут там холодную воду, льют себе на лицо, на голову, и как... Ну, хотя, не знаю, это относится к доказанной медицине или нет. Нет, скорее всего, так, что-то среднее. Потому что само закаливание, от него больше вреда, чем... Ой, нет, наоборот, от него больше пользы, чем вреда, но если подходить к этому разумно. Ну, опять же, это ни в коем случае нельзя делать детям там с неокрепшей психикой, потому что под действием вот этого стресса и, не знаю, резкого... Ну, как бы охуевания. Вот так, скорее всего, возникло у меня. То есть, ну, вы представьте, чайку там, не знаю, сколько мне было... Года два-три, и вот на нее льют холодную воду с непривычкой. У нее там психика, опять же, неокрепшая, вся эта нервная система неокрепшая. И вот у меня где-то вот внутри произошел, не знаю, как это назвать, спазм от холодной воды, ну, от ледяной воды. И с того момента у меня появилось заикание. Никто, мои родители, естественно, это все делали не с целью там, не знаю, навредить мне как-то. Они думали, что мне это поможет, что я там стану закаленным. Ну, как и в любой другой ситуации, не всегда все идет так, как планировали. Чаще всего это, конечно, все идет наоборот. И так возникло у меня, и вот, начиная там с двух лет или со скольки там, и до сегодняшнего момента, мне сейчас 25 лет, я, к сожалению, заикаюсь. Мы обращались, обращались, естественно, к... Не к локопеду, нет-нет. Кому вообще идут, как бы, в самом начале и, наверное, доверяют больше, чем там врачам. Ну, конечно же, различным бабкам, что там снимают порчу и прочее. Владили меня туда много раз, и особо, как вы поняли, результатов у этого никаких не дало. Ну, кроме как самовнушение, наверное, и у моих родителей, наверное, чувство, вот, чувство собственного долга было там отвезти к бабке. Опять же, нет к локопеду. Я не знаю, почему меня не водили к локопеду, до сих пор, вот, это мне непонятно, но уже, став взрослее, я понял, что локопед, это, собственно говоря, ну, его трудно назвать врачом традиционной медицины, потому что все лечение локопеда сводится к тому, что он, например, учит вас разговаривать по-другому. То есть, знаю, нараспел, там, еще какие-то гимнастика, ну, в общем, вся эта недоказанная хуйня, и локопеды, это, собственно говоря, врачи с сомнительной репутацией, ну, да, там, наверное, в комментах многие будут, как, впрочем, и я говорил вам в самом начале, это видео будет мало кому интересным, мало кто его досмотрит до конца, но в комментах вот будет много там всяких врачей, всяких людей напишут в комментарии, мне там вот помог такой-то, такой-то врач. Ну, как вы поняли, это все чисто там люди, ну, которые ничего это не проверяли, а не просто там боты какие-то, ну, которые зайдут, напишут там пост, комментарии, за которые им заплатили, там, напишут что-то в стиль, бля, вот мне вот этот, там, врач, охуенно он мне помог, там, ну, я не советую вам доверять, вот, если вы случайно попадете на это видео, вы там заикаетесь и увидите под моим видео, там, в комментариях рекламу всяких сомнительных людей, я не советую вам бросаться, вот там, ехать за несколько километров, чтобы якобы избавиться от заикания, это все, опять же, все сомнительное. Так вот, логопеды, все их лечение сводится к тому, что человека учат определенные дыхательные упражнения, определенные там техники разговора, да-да, не уделяйтесь той технике, то есть, даже если вы будете ходить к логопеду, он вас научит различным техникам, ну, то есть, это как техника, там, не знаю, ебли, там, анал, там, минет, вот так и, ну, все же классически считается, ну, обычным, там, съешь хуй в пизду, вот так и здесь, традиционный способ разговора у обычных людей, ну, вот, обычный, там, без изменения, там, скорости движения, изменения, не знаю, что там еще есть, тембра, а вот эти логопеды будут учить вас тому, что они скажут вам, там, разговаривают нараспел, ну, то есть, вы представьте, вы, например, там, вот, как я, например, у меня это большая проблема, я прихожу на собеседование, и там нужно, вот, назвать свое имя, я банально не могу этого сделать, я и, либо же говорю, там, рандомное другое, не свое, ну, которое мне легче выдумать, если вдруг берут, то, ну, потом возникают вот такие вопросы, а с хуя ли я сказал не свое имя, ну, а, блях, как же я могу объяснить, что я сделал это, там, не умысленно, а просто из-за того, что я не могу выговорить свое имя, чтобы, там, не стоять полчаса, не пытаться его выговорить, или, там, как долбоеб написать на бумажке, ну, 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 вы только подумайте, ну, кому нахуй нужен работник, который даже свое имя не может выговорить, так вот, либо же, что будет, если я, там, начну на собеседование разговаривать нараспел, ну, это полный пиздец, ну, просто, представьте, там, задают вам вопрос, например, как вас звать, и вы тут начинаете ебашить, там, дохуя, октав, например, там, бля, свое имя, например, 25, бля, ну, там, в лучшем случае вам вызовут психушку с таким, вот, общением на собеседовании, это просто пиздец, а в худшем случае, не знаю, вас, там, бля, не знаю, ну, просто открыто скажут, там, иди нахуй, бля, долбоеб, в общем, это я вам просто объясняю, что, к чему сводится, вот, в кавычках лечение у логопеда, то есть логопеды, по сути, ничем не лучше вот этих бабок, что там заговаривает, снимает страх, вот этот порчу, сомнительная, в общем, ну, это уже я вам начал, начал объяснять, к чему приводит, в общем-то, икание, как это отражается на жизни, вот, опять же, самое главное, это на собеседовании, вот, вы хотите, там, устроиться на работу, например, а вы приходите, банально, бля, на вас смотрят, как на долбоеба, какого-то, там, неполноценного, и, ну, кому нахуй нужен, вот, такой работник, да, там, многие скажут, что есть, там, работы, где не нужно разговаривать, но это лишь на первый взгляд, а разговаривать, на самом деле, нужно везде, к сожалению, вот, мой опыт поиска вакансий, там, смотрителя маяка, ни к чему не привёл, и, бля, такой вакансий я не обнаружил, к сожалению, иначе бы я, бля, не сидел тут, не записывал это видео, там, а уже наслаждался, там, видами на морской, вот, этот, бля, ну, как он называется, морской, бля, ну, на море, короче, вы бы поняли, на плавающие, там, судно и прочую хуйню, ну, ну, в общем, это первое, устроиться на работу довольно проблематично, даже на самый, там, уёбично, на самый банальный, именно поэтому в свои 25 лет я особо нигде не работал, ну, мой опыт сводился к тому, что я работал в кал-центре, да-да, не уделяйтесь, в кал-центре, зайкащи, вы скажете, это полный пиздец, но, на самом деле, это был, ну, такой кал-центр достаточно сомнительного качества, соответствующий зарплаты, там, брали всех, вот, начиная, там, от, не знаю, инвалидов, инвалидов зайкащих, заканчивая инвалидов без ног, ну, то есть, все там были, наш офис выглядел даже, вот, в рабочее время не кал-центром, а, ну, как будто вы, там, зашли в кунцкамеру, там, вообще, это просто пиздец был, и оттуда я ушел очень быстро из-за проблем зарплаты, из-за то, что ее, как и в любом другом кал-центре с неофициальным трудоустройством выплачивали не по графику, а чисто по желанию, вот, по настроению директора, там, ну, когда ему захотелось, захотелось ему, там, выплатить ее спустя год, он выплатил, не захотел, вообще не выплатил, и, и послал нахуй, ну, хули, ничего не сделаешь, даже при всем желании, никакие вот эти, там, кто там, профсоюз, бля, это все хуйня, она не работает в наших странах, вот, как вы поняли, в странах СНГ, СНГ, постсовка, от закона здесь чисто одно название, далее, банально, вот, идешь, там, ну, если говорить о том, о том, чему еще приводит, вот, заикание, банально идешь, там, возле, ну, выходишь, со своего дома, встречаешь соседа, и, если, например, я видел соседа сдалека, мне было намного проще обойти, там, другой дорогой, не знаю, пусть даже, дохуя, расстояние будет, дохуя, вот, сделаю, вот, этот, бля, не знаю, ну, в общем, вы поняли, дохуя метров, а может, даже и километру, мне было проще обойти, чем я, если вот заранее видел, там, соседа, и знаю, что мне нужно будет с ним здороваться, ну, хотя с соседом, там, пусть, да, знает, с соседом можно и за руку, а вот с соседкой нужно обязательно говорить, там, здравствуйте, для меня это всегда была проблема, и сказать, здравствуйте, бля, и, ну, это слово ничем в особенности не заменишь, и здесь уже никакая, вот, как с другими словами, замена не, не исправиться, ну, ты же там не скажешь, например, какой-то сорокалетний, бля, соседки, вместо здравствуйте, там, ку, например, здорово, блядь, это будет выглядеть неприлично, поэтому я из этих, из этих ситуаций выходил, ну, просто тем, что я обходил, просто, если видел их заранее, но если же они, например, там, знакомы какие-то, вот, я иду, там, залипаю телефон, и тут они из нихуя выходят, там, ясен, путь, что уже поздно, слишком, там, прям, при них, у них на глазах разворачиваться, они просто посчитают долбоебом, там, или, ну, каким-то некультурным человеком, но, опять же, не всегда, даже в большинстве случаев не выходят, ну, бля, не выходит сказать им здравствуйте, и они в любом случае считают вас некультурным человеком, как сейчас, вот, помню, случай, я иду в школу, и вижу, там, идет наша училка, бля, я, естественно, в долгих мучениях, бесчисленных попыток, хотел сказать ей здравствуйте, то есть, у меня буквально были, наебали, так уже, суторги, а то, что я хотел сказать здравствуйте, но, увы, не смог, и она, естественно, ну, вообще, как и в любом другом мире, как и с любой другой проблемы, никто не будет разбираться, что у тебя там, ну, проще же сказать, что этот человек, там, долбоеб, он не культурный, невежливый, он мне, он не поздоровался со мной, и после этого, со стороны этой училки, естественно, было отношение ко мне, мягко скажем, хуевое, буквально в тот же день, я помню, она мне въебала, там, очень плохую оценку, и, да, я там, нихуя не знал, но раньше, она просто закрывала на это глаза, она знала, что я, вот, бля, долбоеб, что я там, нихуя не знаю, но она меня не вызывала, а после этого случая, естественно, с ее стороны начались вот эти доебы до меня, и, в общем, да-да, очень обидно осознавать, вот, что ты стал заложником ситуации, заложником вот этого ебаного заикания, и ты, впрочем-то, не виноват, но никто не понимает тебя, и все думают, что ты там специально это все делаешь, блядь, да, я не вижу проблему, там, сказать здравствуйте, если б я мог это сделать, это даже, наоборот, для себя же, ну, там, для настроения, улучшать настроение, там, увидеть знакомого, сказать ему здравствуйте, там, взаимно, но, увы, не в моем случае, я, ну, просто не могу этого сделать, никто, опять же, из знакомых, там, никто этого не понимал, это я вам, как бы, этот случай с учительницей, это яркий пример того, какой пиздец все-таки это заикание, как оно влияет на жизнь, и я уверен, что даже если б я, там, охуенно учился, после этого случая, она бы меня вызвала и въебала принципиально, там, хуевую оценку, никакие знания б не помогли, то есть, как бы вы, там, не работали над собой, там, или, например, на работе, опять же, вы можете быть охуенным работником, но если вы из-за ебаного заикания не сможете сказать здрасте, там, начальнице, то отношение ее к вам будет соответствующее, начальнице есть на любой, да, даже на самую ебочной работе, если вы, там, работаете, не знаю, охранником, где-то, бля, в залупе, в Сибири, в тундре, рано или поздно вы все равно столкнетесь с начальником, он, там, не знаю, на проверку приедет вас, там, и тут пиздец, вы не можете сказать ему здрасте, и все, соответственно, он говорит, бля, уебывай отсюда, нахуй, выдумай, сто пятьсот причин, чтобы уволить тебя, естественно, не под предлогом заикания, а под предлогом того, что якобы ты его не уважаешь, там, вся хуня. Ну, это вот две, две, ну, как бы ситуации, с которой сталкивается заикание, ну, есть еще, вот, например, банально, там, сходить в магазин, с возрастом это, конечно, уже легче стало, но вот в детстве помню, как меня родители говорили, там, сходить в магазин, и вот они мне говорили взять, там, хлеб определенного вида на букву К, ну, я думаю, вы догадались, здесь обычный, там, хлеб есть вот такой формы, там, вот, мне нужно было взять, опять же, я не могу вам сказать, даже сейчас это название на букву К, оно, мне родители говорили принципиально, сходить именно за ним, но выглядело это так, я прихожу в магазин, там, говорю, дайте мне хлеба, она говорит, а какой, бля, вот у нас там, бля, увы, даже вот в нашем деревенском магазине, бля, как, бля, ну, в общем, я бы был рад, если бы у нас в магазине был один вид хлеба, нахуй, ну, нет, бля, даже в нашей, вот, сельской вагончике, там, киоске, ну, как будто специально, вот, назло мне, оказывалось, 100-500 видов хлеба, и я должен был ей назвать именно тот, который сказали мне родители, сделать это я, естественно, не мог, и на ее ответ, ой, на ее вопрос какой, я просто отвечал, да любой, бля, нахуй, любой, дайте мне уже, ну, или, показывал пальцем, например, но это весьма сомнительно, она, опять же, смотрит на тебя, как на долбоеба, и, в общем, дали вот еще, знаете, там, всякие заедения, Макдональдс, там, ну, и прочие, в общем, заедения общественного питания, к счастью, опять же, в 21-м уже году, еще давно, вот, в больших городах, где они есть, начали устанавливать аппараты для социофобов, то есть, бля, ну, ну, это просто охуенно, тому человеку, который это придумал, я, не знаю, я буквально расцеловал бы его в щеку, а может, даже и в очко, ну, это действительно люди, которые избавили вот таких, как я, от больших проблем, не скажу, что я там хожу в Мак каждый день, тем более, у меня в городе его просто нету, но вот, ну, когда я был там в больших городах, мне было просто охуенно легко от того, что есть эти аппараты для социофобов, социофобы тоже меня прекрасно поймут, ну, то есть, ты там, ну, во-первых, это само по себе удобно, я не понимал никогда людей, которые там стоят возле кассы, заказывают, ну, не знаю, это, наверное, ну, какие-то социофбляди, ну, которым чисто попиздеть с кассиршей хочется, там, или у них от этого ЧСВ увеличивается, но я это никогда не понимал, соответственно, я и шел к этому аппарату, это удобно, это быстро, это, во-первых, там, намного быстрее и все, все происходит, и ты чисто уже с чеком, когда ты приходишь на кассу, отдаешь, там, можно даже без слова, там, без здрасте, без до свидания, это все, отдать чек, забрать и все. Ну, в общем, в принципе, это, вот, что я вспомнил о том, каким последствиям лично в моей жизни, какие последствия случились из-за моего заикания, естественно, вот, бля, ну, когда я запишу видео, я вспомню еще что-то, но, увы, наш мозг не идеален, наше мышление, наша память не работают идеально, и это, естественно, нормально, что я не вспомнил абсолютно все, но, тем не менее, главные вот эти, то, к чему привело заикание, как оно разрушило мою жизнь, я вам рассказал, надеюсь, тем, кто заикается, была полезна эта информация, то есть, мне, вот, я иногда часто смотрю видео про заикание, и в комментариях мне приятно, там, наблюдать, что я не единственный такой, есть даже люди, у которых оно еще более выражается, это заикание, то есть, некоторые, там, даже вообще, прямом смысле не могут связать два слова, я, в принципе, тоже не особо это могу, но, тем не менее, у меня оно не сказал бы, вот, например, если, там, степень заикания оценивать, выраженность, то у меня, ну, примерно, не знаю, я бы оценил где-то на 7 баллов из 10, то есть, если считать, что 1 это легкое, а 10, это самое хуевое, самое тяжелое, тут у меня где-то на 6-7, но, опять же, мне этого не легче, и даже эти 6-7 баллов, якобы, ну, такое, среднее заикание, ему удалось разрушить мою жизнь, и из-за него, вот, я, это главная причина, что в свои 25 лет я нигде не работаю, что я не могу, там, даже, набрать номер, увидев, там, вакансию, ну, какую-то, и, там, записаться даже на собеседование, ебаная, ну, потому что у меня чисто, для меня сделать звонок, опять же, это что-то из разряда невозможного, ну, там, например, максимум, кому я могу позвонить, это, своим родителям, и то я даже с ними заикаюсь, хотя многие, там, скажут, что, да, там, в кругу семьи заикания меньше, это действительно так, но даже в кругу родственников оно есть, и оно никуда не пропадает, даже сейчас, вот, разговаривая, находясь в одной комнате сам с собой наедине, я заикаюсь, то есть, эти предположения, что, там, наедине с собой оно уменьшается, нет, абсолютно нет, даже, вот, в полном состоянии спокоя, оно никуда не исчезает, и, опять же, есть слова, которые я даже сейчас не смогу при всем желании выполнить, ну, точнее, сказать, выговорить, да, выговорить, поэтому, ой, заикание, это очень тяжелое нарушение, оно приводит к очень, ну, просто масштабным каким последствиям, хотя, на первый взгляд, кажется, что это хуйня, но, увы, все, на самом деле, очень сложнее и заикание, я вам скажу, это полный пиздец, если у вас там оно со временем исчезло или уменьшилось, то это очень охуенно, но у меня оно, к сожалению, только усугубилось, и я не знаю, что делать дальше, как вот с этим жить, поэтому я, собственно говоря, и являюсь хиканом, социофобом, вот так заикание повлияло на мою жизнь, если же у вас оно как-то повлияло по-другому, обязательно напишите в комментариях свою историю, как вы там, возможно, лечились, кто вам помог, помог ли вообще, это будет очень полезно увидеть, вот все, кто будет смотреть, они увидят ваши комментарии, им станет легче, как и с любой другой проблемой вместе, если в коллективе, даже вот в интернет-коллективе, это намного проще жить с этим, осознавая, что ты не один с такой проблемой, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, напишите в комментариях свою историю, ну, а я с вами прощаюсь, всем удачи и до скорой встречи.